Говоря об отечественных товаропроизводителях, мы в первую очередь вспоминаем о предприятиях, составлявших когда-то славу чувашской промышленности. В их числе Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат. Он был известен своей продукцией в стране и за рубежом. К сожалению, последние страницы его истории оказались весьма печальными. Об этом наш следующий репортаж. Преуспевающее предприятие стало терять свои позиции, когда собственником стала компания САВА. Сначала под флагом реконструкции стали сокращать производственные мощности, затем объемы продукции. Настала очередь и работников компании. Это было очень болезненно. Все воспринимали. Было три смены. Сначала сократили одну смену, потом сократили вторую смену, и потом несколько фабрик объединяли в одну, и потом сократили. Но конкретно сколько человек, это зависит от цеха. Были цеха по 300 человек, и сразу по 100 человек, по 200 сокращали. Компания набрала большую долговую нагрузку в виде кредитных средств. Потом перестала платить налоги. Сегодня долг компании перед бюджетом республики порядка 200 миллионов рублей. Задолженность к кредиторам и партнерам около 4 миллиардов рублей. Когда Михаил Васильевич пришел и стал главой республики, он первое, что поставил перед собой задачей, это распутать этот клубок. Это была достаточно серьезная социальная нагрузка, социальное напряжение среди коллектива, потому что высвобождалось много рабочих. По судьбе было совсем непонятно. Было введено конкурс для управляющих, конкурс для производства. И глава республики, кабинет министр, дал задание о том, чтобы стабилизировать ситуацию, успокоить рабочих, определить понятных собственников новых в ходе конкурсного производства. Ну, что и было сделано. Благодаря работе региональных властей удалось сохранить легкую промышленность в республике. На площади хлопчатобумажного комбината работают несколько успешных предприятий. К примеру, Чебоксарская ватная фабрика, поставляющая свою продукцию для нужд РЖД и Минобороны. Есть востребованность на рынке. Сейчас мы планируем запустить новые производства. Это производство термобойлока и тенсулета. Тенсулет пока в России вообще не выпускается. Это новый современный синтетический материал. Он был разработан специально по заказу НАСА. Вот сейчас мы хотим наладить производство на нашем предприятии. Продолжает работать и чулочное трикотажное производство, также являвшаяся частью Волжско-текстильной компании. Сейчас на фабрике трудится более 800 человек. В прошлом году предприятие успешно запустило новую линию школьной и спортивной одежды.